Всем привет! Наступил у нас новый день, мы уже позавтракали, сидим, разговариваем. В общем, что было вчера? Вчера мы целый день сидели дома. Почему? Потому что была очень ветреная погода. Ну, вы наверняка помните, когда я выходила, показывала ветер такой, что просто сносил с ног. А что было ночью и вечером, так это вообще. Скрипело всё, шаталось, и звук такой был, как будто, не знаю, какие-то качели скрипят. Вот. Вечером у меня почему-то возникло вдохновение, и я решила сделать обложку для своего канала. Вот покажи вам, которую я сделала обложку для своего канала. Вот. Можно даже показать поближе, приблизь. Вот. И я её решила показать маме. Мама говорит, очень красивая обложка, но для твоего канала не подходит, потому что всё-таки ты живёшь в городе, а здесь у тебя село показано какое-то, подсолнухи. Я говорю, ну, подсолнухи олицетворяют как бы Кубань. А так как я сейчас пока с вами нахожусь, вот, я решила, думаю, ну, хорошая обложка получилась. Вот. И я хотела как раз-таки спросить у вас, как вы думаете, подходит ли такая обложка для моего канала, или всё-таки стоит придумать что-то, что связано с путешествиями, жизнью в городе. И, скорее всего, я эту обложку для канала отдам маме. Ну, у тебя она очень понравилась, да? Мне очень понравилась, да. Она такая вот именно такого стиля, вот именно деревенского. 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 Кубанского. Кубанского, да, так и есть. Потому что первые наши были впечатления, когда мы увидели поля вот эти с подсолнухами, это такое вот зрелище завораживающее, прям манящее. Ну, в общем, сейчас у нас такой как бы вот спор произошёл, стоит ли мне это на свой канал или всё-таки на мамин, вот. Ну, да, я согласна, всё-таки это больше для них подходит, так как они живут в сельской местности, а я просто приезжаю к ним в гости, наверное, нелогично, потому что всё-таки они рассказывают про сад, огород, что происходит в сельской местности, а я всё-таки здесь больше как гость всё-таки. Вот. Поэтому вот у нас такой вот диалог произошёл. Ещё я вчера оформила, наконец-то, на своём канале спонсорство. Вчера снимала это видео. И вот с утра уже всё это подключила. И каково моё было удивление, вот когда я только подключила спонсорство, опубликовала видео, уже начали люди, мои зрители, подписываться на спонсорство. И я настолько была удивлена, и мне настолько приятно стало. Вы бы знали. Вообще спонсорство на Ютубе, оно появилось уже очень давно, но я всё как-то не делала. На самом деле я стеснялась, я боялась какого-то осуждения. Скажут, ну вот, ещё что-то там придумала, ещё решила бабло гребсти. На самом деле спонсорство — это способ поддержки блогеров. То есть есть люди, которым очень нравится контент, и они хотят поддержать любимого блогера. И это, мне кажется, самый замечательный способ именно поддержки, которая будет ощущаться. И я вот сейчас зашла и смотрю, у меня уже два спонсора. Я, для меня так приятно действительно. Я хочу поблагодарить Виктора Харченко и канал Прозревший Йети, которые первыми подписались на спонсорство. Я вот в ближайшие дни буду создавать для вас контент, который также будет доступен всем тем, кто чуть позже присоединится к спонсорству. Вот, просто для всего это нужно время. Мне нужно, так скажем, въехать в эту тему. Вот, а сейчас я пойду на улицу, посмотрим, какая погода. Уже говорю, что очень солнечно, и приходит тепло к нам после холодных дней. Всё, вышла я на улицу. Ну вот он, солнечный денёк, наконец-то. Такая у нас погода. Опять-таки ветренная. Сегодня ещё более ветреная погода, чем вчера. И это тепло называется. Лёд всё ещё есть. Он, видимо, уже всплыл. Растает скоро. Да, сегодня у нас плюс семь уже. Но из-за ветра это ощущается, как прохладная ещё погода. Вот просто послушайте, вот какой сильный ветер. Надо даже капюшон надевать, потому что уши можно заморозить. Видите, сколько зелени-то. Зелень зимой, да? А это, кстати, как вы думаете, что это петрушка, которую можно есть круглый год? Как и лук, который тоже растёт на юге круглый год. Видите, был снег, был минус. А луку хоть бы что. Просто снег растаял, и всё снова вылезло. Всё оживилось. Мне кажется, даже очень хорошо, что у нас не было сугробов, не было много снега. Потому что сейчас бы начало всё это таять, вокруг была бы грязюка. Самое интересное, этот циклон ушёл в Сочи. Там столько выпало снега. Это вообще, представляете, какой каламбур. Вот здесь мы, получается, находимся на северо-западе всё-таки Краснодарского края. А Сочи это вообще самый юг-юг, и там снега гораздо больше, чем здесь, на Тамани. Как это вообще работает? Как? Ну, как-то так. Какая-то такая погода. Ой, мама, что там вышло? Всем привет! Колхозники вышли! Да, у нас такой вид, я уже как-то не стесняюсь. Это раньше мне как-то было стыдно. Ксюш, покажи, какой у нас горох-то растёт. Горох? Да, мы посадили, как сидират, горох. Он у нас выдержал морозы, которые были до минусовой температуры. Я же пошла луку нарвать. Вот, наверное, вам будет удивительно. Знаете, что мы делаем? Сделали. Это мы воду здесь утеплили, потому что, чтобы не замёрзло. Вот приходится даже здесь утеплять морозы, потому что были. Это вот у нас здесь горох посеян. Вот это всё полностью поле засеяно. И вот посмотрите, что он себя чувствует комфортно. Было минус, холодно, и он выдержал. У нас, представишь, вот сколько будет гороха. Представляю. Представляю, какое поле. До конца вот это всё горох. И вот с той стороны тоже. Там у нас не всё, потому что не хватило. У нас было пол ведра гороха, и вот я раскидала так, посеяла. Вот здесь вот посадила осенью, и постоянно здесь рву. Ну, а пирожки вот стряпала. Всё равно ведь свежие, свои витамины. Всё-таки в январе. Я тебе вам ещё, знаешь, Ксюша, что покажу? Вот у нас сегодня 15 января, а мы ещё помидоры свои едим. Да ладно. Хоть немножко, ну так, знаешь, как, просто полакомиться. Это которые были зелёные, я их убрала, не стала ничего с ними делать. Ну, которые дозревали, получается? Ну, да, дозревали, которые вот я убрала, когда их поздно же, в декабре, наверное, уже убрала. Вот. Ксюша, вон, покажи шпинат. Шпинат? Это шпинат. Ну, если бы у нас бы дом стоял близко к другому дому, знаешь, как в Краснодаре, да? Да. Тогда бы так ветра так не ощущались. Ветер бы не гулял, так как у нас рядом здесь поля, то вообще всё шатает. Ну, ещё, во-первых, если бы у нас... Вот если сходить в посёлок, в посёлке намного же теплее. Там приходишь, сразу тепло ощущается. Вот так. После огорода надо обязательно... Ха-ха-ха. Лепёхи из грязи. Лепёшки. Убрать. Послушайте, как забывает ветер. Вообще колбасит просто всё. Воет. Всё, что не крепко лежит, оно улетит. Не знаю, конечно, сколько камера вообще передаёт этот звук, но... Сегодня порывы что-то до 20 метров в секунду. Собрала я в том году помидоры. Были они зелёные, вот эти ещё не поспели, эти уже поспели. Вот видите, как... Черики. Черики, да. Это так здорово. Вот сейчас пошёл, так маленько, чуть-чуть, раз, полакомился. Ну, в январе месяце ведь тоже хочется помидорки свежие, свои, как бы, да, как говорится. Разве теплица есть, например. Если теплица, ну, надо её отапливать. Тогда можно и зимой выращивать. Ну, мы-то на улице ведь их выращивали. Это последние. Я говорю, в декабре или какого числа, я уже не помню. Ну, я вот на своём канале показывала, когда я последние убирала помидоры. Гоголь-моголь попрошайничает. Сидим за столом. Чего, малыш, я такой попрошайничаю? Ждёт, когда ей... Я дальше делаю снаряжение. Чтобы она... Она ждёт ветчинку, когда ей дадут. Это вообще так смешно. Собачка у нас, ну, уж очень любит сидеть вот здесь вот. Да, малыша? Скажи, вот это ветер. Уши аж на ветру развиваются. И я поняла, почему вечером вчера могло всё скрипеть. Это вот, допустим, труба вон, например, от ветра шатается. И с другой стороны дома тоже вроде бы есть. Вот оно всё и звуки издаёт. Или, вот, например, если ветки деревьев об крышу, об навес бьются, то тоже звуки появляются. Да, вообще. Собака на обследование гаража сразу побежала. Да, я видела. Но... Собака на обсе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И из-за этого все это очень долго и муторно происходит Все очень кропотливо, потому что один миллиметр и кирпич уже все не подходит И каждый кирпич приходится вот так вот обрежать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Солнышко уже потихоньку садится По-моему немного ветер успокоился к вечеру Сегодня мама брала интервью у женщины, которая когда-то жила в Старотитровской И вот вечером решили снова ей позвонить И речь зашла о домах, которые продаются как раз в Старотитровке И она рассказала как раз, где лучше не брать, не покупать дома Где подтапливает, где оплата воды дешевле, да? Да В каком районе там получается? Ну это нам ближе около Лимана не смотреть Она вот сказала вот эти улицы Пересечения Ленина и переулок Ильича, да? Покажи на карте где это? Ну вот Ильич Вот здесь не надо как подтопляло Прям вода бежит даже полно Вот эти кругляшки, чтобы вы понимали Это вот те дома, которые сейчас продаются на данный момент Вот это мы на Авито зашли Ну потому что люди каждый день почти пишут и спрашивают про недвижимость Я решила просто посмотреть, что появилось нового А в целом от Дали сколько продается? Это же только одна часть Это очень много продается, очень Вот-вот, ну Очень много жилья продается Единственное, что, конечно, в этом месте не надо покупать Вот здесь около Лимана Не, Лиман-то он вот Это же всё идёт Лиман А вот смотри А вот здесь, да, здесь тоже Видишь, вот эти же, вот она сказала Она сказала, переулок Ильича, вот она сказала Береговая, она сказала Вот береговая улица Так, зря я открыла так Вот она сказала, береговая, носовая, виноградная Вот эти улицы она же называла всё После дождя всё сверху сбегает вниз А, вот она ещё Ты понимаешь, вот какая ерунда Если вот мы живём, у нас нет такого, да, дождь прошёл И у нас никуда нет У нас ровная поверхность Да, у нас ровная И вот надо думать Даже таки не подумать, что стратитровки, да, тура отказала Да, я не знала тоже никогда об этом Видишь, как, вот, дождь идёт, даже просто идёт Когда дождь, вода вся сверху сбегает вниз Всё Ничего себе И на Ленина, говорит, покупать не надо Потому что, говорит, вот кто живёт на Ленина, говорит Животные домашние выбегают и без конца сбивают их Говорит, я, говорит, бы вообще, вот, ну сколько, говорит, жила, говорит, там Без конца, говорит, животных сбивают Они же не понимают кошки Потом купила, говорит, в другом месте и там нормально уже, как в проволочке Ну, то, что вот в этих местах, то не надо, конечно Ну, мы снимали ролик, когда два года назад по улице Титова Там, помнишь, дом-то на углу был? Да Вот, а и по железнодорожной ещё снимали Ведь везде люди купили, но... Ну, железнодорожную купили, Титова тоже купили Но опять вот на Титова, она сказала, в этот раз затопила их Да ладно Да Ничего себе, оказалось бы, там так далеко, да Ты просто интервью, наверное, не смотрела Там, вот Угу Улица вот этой Ильича идёт Как раз этим её затопило Вот эта улица Ильича Вот так вот Это надо всегда, мне кажется, у местных спрашивать, да Потому что, когда люди продают, они этого тебе не расскажут Могут только местные жители рассказать, которые рядом живут, например, да Надо, мне кажется, подходить вот так же и спрашивать И беседовать, да Беседовать, они расскажут И риэлторы тоже, мне кажется, вообще никогда не расскажут Ну, вот сейчас же женщина тоже говорила Как они через риэлтора купили? Купили и дороже на 300 тысяч Могли бы сами купить Ну, надо смотреть, искать, конечно, не торопиться Недвижимость — это такое дело Покупаешь? Надолго Надолго Кто-то на всю жизнь покупает Сегодня вечером решила попробовать сделать очередную шапку для моего канала Это второй вариант уже у меня Очень долго тоже сидела, над ним колдовала Но вот то, что я сейчас как бы вижу Подходи, показывай, мамину тоже интересно первую реакцию Вот такая вот Это вот интереснее больше Как-то это вот больше все-таки Здесь нету домиков И вот здесь отражается вот именно Кубань Ну вот как ты думаешь, это подходит для моего канала? Это лучше, да Это лучше Ну я еще у меня вот под вопросом вот эта кнопочка Типа подписаться, убрать ее или не стоит Видишь, вот так есть Можно по-другому Вот так Мне бы хотелось, чтобы вы оценили в комментариях Вот эту вот мою работу Стоит она выставление или нет Или лучше все-таки предыдущий вариант Пишите Спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok